Минус 80 миллиардов тенге. Таков инвестиционный убыток единого накопительного пенсионного фонда за первые два месяца этого года. Отчет о положении дела публиковали в фонде. И аналитиков эта информация встревожила. Откуда убытки? И стоит ли нам, вкладчикам, переживать по этому поводу? Выяснял Нургали Карабаев. Инвестиционный путь ЕНП в этом году начался не совсем удачно. Первые два месяца года инвесдоход показал минус 80 миллиардов тенге. Как пишут в СМИ, если 12 миллиардов убытков связаны с переоценкой ценных бумаг, то есть покупали по одной цене, а позже стоимость упала, то основная часть 68 миллиардов тенге приходится на курсовую разницу. Но ведь сама курсовая разница. Вот эта вот ненормальная волатильность тенге, его необъяснимые падения, необъяснимые укрепления, это же тоже есть следствие некомпетентности, следствие непрофессионализма всего нашего огромного чиновничьего аппарата, всей нашей, знаете, неэффективной экономики. Тем не менее, финансовые аналитики говорят, что 80 миллиардов – небольшая сумма для фонда, где хранятся 9,5 триллионов тенге. Это меньше 1%. К тому же делать выводы сейчас преждевременно. Ведь убыток может быть плавающим, как и сам курс валют. Сегодня в минусе, завтра в плюсе. Главное, чтобы убыток не был зафиксирован по итогам инвестиции. Любой инвестиционный результат оценивается по году. То есть вот январь-декабрь, следующий январь, на 1 января у нас там результат вот такой. Внутри года он может быть какой угодно, то есть он может быть там хуже, лучше, но в итоге вы получаете некое усредненное значение. То есть это абсолютно нормальная практика, я считаю. За прошлый год цифры у ЕНПФ позитивные. Чистый инвестиционный доход вырос в 1,7 раза и превысил 900 миллиардов тенге. Поэтому насколько удачный был инвестиционный подход фонда в этом году, станет ясно только в следующем. В ЕНПФ в свою очередь обещали прокомментировать ситуацию с убытками на следующей неделе. Все руководство сейчас находится в столице.